Я думаю, что так сильно придет. Да, молоденький. Спасибо. 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 Аминь. Спасибо. 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 Я вам прям показываю где-то. А просит прощения. У кого просишь-то? Зачем? Займите это место. Ничего не двигается. Ничего это воскресный день. Прощенный вам ничего он не даст. Ничего. Потому что вы молитву не читаете. А почему? А вот эту молитву считает Господи владыка живота моего. То есть ты владыка жизни моей. Вы вдумайтесь в эту молитву. Запишите ее. Она по-русски почти читается. Я там переводить почти нечего. И вы увидите, что в этой молитве заключено все. Ефрем Сирин это шесть томов. И большинство из того, что он сказал были молитвы. Плачь. Ни о ком из святых отцов так не говорится как о нем. Пустынный соловей. Под глазами были борозды от слез. Вот как ручей бежит она вымывает. Так у него от слез были борозды. Это ни о ком не написано. Ни о златоусте. Ни о ком. Апостол Павел о себе говорит даже. И о нем такого нет свидетельства. И однако у него осталась одна молитва из всего. То, что мы считаем Господи владыкой живота моего. Почему? Чем она была вызвана эта молитва? Вот это я очень хотел бы знать. Вот мы будем считать с завтрашнего дня канон Андрея Критского. Он рассчитан на четыре дни, на четыре части. И на пятой неделе в среду вечером он будет считаться целиком весь. Я разговариваю со священниками. И практически ни одного еще не встретил. Который знает происхождение этого канона. Ну, Давид написал пятьдесятый псалом. Ну, вы посчитайте впереди. Когда Давид вошел к Версавии, то есть к чужой жене. И далее к нему пришел пророк Нафан и обличил предисловие. Для чего-то в книге пишется. Избавят. Каких кровящего? Мужа Орию поставил на фронт и написал. Убейте его там. Это гвардейский офицер, который в честь совесть защищал Давида. Он выше Давида, как земля от неба. А его нигде не прославляют. Почему? Это были вот которые там хитеи, ферезеи. Из них набирали они себе команду верных. Почему эта дикая дивизия была у царя? Когда от царя все отреклись, все. Кроме одного, который заведовал дикой дивизией. Он один написал за царя. Отрекаться не надо. Они знали, что наши подкупители хоть и не подкупные. Уже свергнуты, уже бежит. Он следом за ним идет умирать. Я стал искать, какая причина этого канона. Оказывается, автор его Андрей Критский. Был отступником. Самый многочисленный собор вселенский шестой был. Шестьсот тридцати епископов. Ни сто, ни двести, а шестьсот тридцать. Ни на одном соборе не было столько. И он, Андрей Критский, подписал анапию этому собору. Это надо вдуматься. А потом дошел до сознания. Дезавуировал свою подпись. И стал каясь в этот псалом. У него был как у Давида 50-й псалом выжитый. Ему мы сегодня считаем, который вообще я никакого отношения не имею к этому канону. Я не делал того, что он говорит. Но мне надо найти себя в этом каноне. А теперь понять, а можно ли как-то так, чтобы этот канон для оглашенных написан. Для людей, потерявших Бога. Людей, которые совершили смертный грех. Оказывается, это первая ступень покаяния. Вторая ступень благодарения. И третье словословие. У нас написано сейчас так. Мы его считаем на три ступени, этот канон. Приходите, послушайте. В потеряйке по сей день не считается. Какая причина? Страхи обуревает. Я даже не могу сказать, что. Не буду догадываться. Но я знаю, что не считается. Люди, которые однажды его прочитали. Вы помните, мы молились когда. Кончилось и домой никто не идет. Сидят, поют и поют и поют. Благодаря Богу. В Великопостные дни. Это чего-то стоит. Вот давайте вдумаемся. Молитва. Батюшка, пожалуйста. Заканчивай. Как я закончил? Заходи. Так, за священие начинается Великий пост. Помните. На первой неделе. В понедельник, вторник, среда, четверг. В храмах, где ежедневно совершается богослужение. И даже в приходских храмах ежедневно. За вечерним богослужением. На Великом Повечере читается покаянный канон Андрея Критского. Потом весь канон будет читаться в среду вечером на Пятой Седмице Великого Поста. Я через воскресенье приеду. Значит, это будет следующее 24-го, потом 31-го. Значит, 29-го, 30-го, вернее, вечером, после вечернего богослужения будет исповедь. То готовьтесь к исповеди. Две недели поста уже пройдет. Вот и воскресенье тогда пресчащаться. Ко мне какие вопросы есть? Что нужно? Ничего нет, никаких. Чтобы не болели. Все ясно, да? Будьте здравы. Все ясно, значит, тогда что? Молитесь. Кто не может, кажется, в храм идти на богослужение? Напомню, что Великим Постом в день, где, значит, в богослужебном округе прочитывается должно 9 кофизм. Не псалмов, а кофизм. 9 кофизм. Поэтому дома читайте псалтыр. Вот. Ну что, вы что-то ворудите или что? Не пойму. Ну, не хватает вас. Почему вы такие? Большой говорит, надо перебить, сунуть что-то прямо. Прости, Господи. До чего вы какие-то? Образование имеет. Педагоги какие-то. Ничего нет соображений. Никакого абсолютно. Значит, о чем я уже забыл? 9 кофизм. А, 9 кофизм, да. 9 кофизм, значит, прочитать можно. Кто и может читать, читайте псалтырь. Каждый день. На каждый день 9 кофизм. Потому что, ну, молитва усиленно великим постом делается. Вот. Поэтому так. Ну, а относительно постах, то как здесь уже вы смотрите по своим силам. Растительная масса только в субботу и воскресенье потребляется. Кто, говорится, сильный, те, бывает, что несколько дней там и не кушают, не поздно. Лучше, чтобы вам потом не возраптать, а то помаленьку, но кушайте постную пищу. Каждый день. Благословение, что у кого-то что-то болит, батюшка благослови молочко, сметану, не просите даже. Я на это не имею никакого права дать такого благословения. Потому что правила, не я их устанавливал, правила установлены святыми отцами. Вот. Разрешение может только быть на вино и на елей, тяжко болящим и женщинам-родильницам. Которые родили. Только. Даже на молочное и им разрешения нет. Вот. Кто уже, если говорится, делает это, ну, имей сокрушение сердечное, прости Господи мою немощь и в этом приносите покаяние. И никогда, нигде, ни у кого не просите на это благословение. Вот. Вот. Не вводите в грех других. Что, и у меня желудок болит, батюшка благослови, сметанку, молочко, пить там лекарство молоком запивать и прочее. Не нужно. Надейтесь больше, что будем хорошо, говорит, совершать пост и молитву. Господь даст. И крепости даст, и здравия даст, и все. Я знал таких людей, которые по несколько дней постились совершенно и совершали всю физическую работу в государственном предприятии еще в советское время. Я знал, что можно было это делать. Был я у друга своего, отец Петр в Белоруссии. Мы вместе учились и так поддерживаем отношения. Вот. И я когда был у него, и однажды я у него посмотрел, у него ведется тетрадь исповедников. То есть он записывает это. Это где-то так делается. Это было раньше даже обязательно священникам вводилось в это, чтобы знать, кто исповедовался, а кто не исповедовался. Вот. Но я как-то это не вел такое. А у него строго ведется, кто когда исповедовался. Ага, любовь там, Марина исповедовались тогда, да, у меня. Вот. И есть дальше, потом у него отдельно и написано, четверговые исповедники, причастники. Четверговые. Я говорю, а что это за четверговые? А это те, которые на Великой Седмице, последние, начиная от верного воскресения и до четверга, постятся. То есть полностью три дня, ничего. Вот они в четверг, у него причащаются только такие исповедники. В четверг, когда Господь совершается воспоминание того, что Господь со своими учениками совершил вечер. У него четверговые причастники. Это те, которые вот три дня полностью постились, а в четверг тогда они уже причащаются. Я говорю, много? Нет, не много таких. Говорят, вот там десять-пятнадцать человек бывает у него, значит, вот такие бывают. Ну, где, как, значит, так. Поэтому, значит, тридцатого вечера будет исповедь. Вот, тридцать первого будет причастие. Ну, все у меня. Больше вам что сказать еще. Если есть какие-то вопросы, тогда спросите, скажу. Продолжайте дальше. Ну, что, есть вы кого-нибудь говорите? Батюшка, передайте, Батюшка. Передайте. Передайте, пожалуйста. Идите послушать, заведите их сюда. Любовь. Подвеси детей. У нас есть такая вот книга к истинному православию. Здесь говорится о самом необходимом, о главном. Я один раз разнесю, пока дети подойдут. Позвольте. Содержание. Мне было непросто по содержанию, какую поставить тему на первое место, на второе, на третье. Ну, все знают, я сторонник русского языка. Ну, еще есть и молитва. Постарайтесь, чтобы не разговаривать. Тогда дайте место где-то подальше туда. Так вот, на первом месте у меня здесь что идет? Слово Божие, Священное Писание. Дальше идет о молитве. Без молитвы ничего нельзя. Вы как-то обратите внимание. Я долго бился, раскладывал в разных вариантах. Какую тему в первую очередь человек должен прочитать? Дальше. О покаянии, о церковной дисциплине, к истинному крещению, об исповеди, о священстве, о церкви и о посте 120-й только страница. Он нужен. Но я стал думать, а когда пост наступил, в какое время у первого человека, у Адама и так далее. Вы дома посмотрите. Здесь говорится о посте тема. Все, в какие дни, что можно есть. Я работал с большим уставом на церковно-славянском языке, которым пользовалась вся Россия. Вся Россия от самого крещения. Его сегодня даже в епархиях не знают, когда показывают. А у народа всего было. Другого не было поста. Только такое. А сегодня разные варианты. Кому-то разрешается. Если семинаристы, значит, можно не поститься какие-то. Ну, не поститься там. И рыбу разрешают. Это все фальшь. Это обман. Превысить то, что дали сиренские соборы, никто не может, кроме соответствующего сиренского собора отменить или что-то. Так, я хотел, чтобы дети были. Кто там понимает что-то. Остановиться на молитве, которую мы сегодня слышали. Эта молитва будет считаться практически весь пост, не считая субботний воскресный день. И то день начинается у нас с шести вечера. Это уже сегодня вечером. Уже все, земные поклоны пошли. А в пятницу вечером уже поклоны поясные только. Значит, пятница до вечера, с субботы поясные. С вечера до воскресенья два дня поясные. А вечером воскресенья уже начинается понедельник. Уже только земные поклоны. Это значит совершить правильное крестное знамение и поклониться, чтобы колени, руки и голова коснулись пола. Не просто на дно колено присел и показал, как перед знаменем присягу дают воинское счастье. Фальшивить не надо. Говорят, а что у вас видений не было? Видений у меня не было. У других-то они были. Когда человек не доносит, говорит, руку, и друг другой молится. Почему он не доносит руку? Так вдруг он сзади молится и видит, что сидит у него здесь лукавый демон, черный. Сидит и рожей корчит. Он подошел и говорит, брат, ты руку-то поднеси. Он поднес руку, он сразу свалился на пал, и больше его не было. Я не настаиваю, чтобы верили в это. Но тогда совсем у нас ничего нету. А почему ты решил, что правильно креститься, и там демоны связаны? Не я решил. Иоанн Златоуст говорит, небрежно умаханию руки бесы радуются. Они хлопают в гладоши. Поклон должен быть как следует совершен. Девять кофейзм или одну просчитайте вы в Никтике, сказанное там. Можно всю псалтырь просчитывать за ночь. Я знаю, сколько ее считать. У меня до минуты высчитано, потому что я насчитывал его. Зайдите просто в книгах, вон девятый том. И там сколько на каждую книгу, сколько требуется времени. Так вот, эта молитва, Господи, владыка живота моего. А она в стихотворной форме у Пушкина. Переложение. Найдите ее, прочитайте. Она его касалась. Другое еще, может быть, проходило незаметно, а молитва Великопостная. Она охватывается, я коротко только объясню. Вот если эту молитву мы не выполним, напрасный пост был. Иоанн Златоуст говорит, не радуйся, что половина поста прошла. Радуйся, если половина грехов по тебе отвалилась. Отвалилась и больше к этому не возвращаешься. Первое, Господи, владыка живота моего. То есть всей моей жизни, ни живота, ни брюха. Живот это, животолюбие, это жизнелюбие. Животные, говорим, это звери, которые обладают жизнью. Господи, ты, владыка, я признал. Господь, ты мне дал жизнь перед тобой. Ты, владыка, ты даешь мне жизнь и смерть. За все надо благодарить. Господи, владыка живота моего. А теперь сразу прошение распространяется. Господи, владыка живота моего. Дух праздности, вот главное что. Как разговариваешь, я говорю, я не успел. Я опоздал. Как-то не успел, опоздал. Священники жалуются, нет времени. Я говорю, убери ненужное. Все эти треба, они никому не нужны, не требуются. Нужно тебе только деньги выколачивать. Свечки, деньги, свечки, деньги. Отбросьте это все. Дух праздности. Пустые разговоры по телефону. Теперь у компьютера научились сидеть. Фильмы смотреть. Игры, болтать. Что угодно. Это праздность. За это придется отвечать. За потраченное придется ответить. А самое дорогое, это не деньги. Хотя и пишут, время – деньги. Нет. Деньги можно вернуть. Время сам Бог не возвращает. Бог не возвращает время. Вот это время, которое родился, закричал. И последний раз заморщишься – умрешь. Это время дано для подготовки у Бога подобиться, чтобы быть на небе. Это не для того, чтобы в школе учились, не для того, чтобы с горки катались. Чтобы были подобны Богу и находить себе примеры. Вот я сегодня смотрел, маленькие даже где-то. Научитесь брать пример. Ну-ка, самых маленьких сюда поднесите. Марина, в это время не разговаривать надо, сидеть здесь. Напрасно уклоняйтесь. Покажите самых маленьких мне. Еще где-то есть. Так, еще. Еще где-то маленькие не видел, тут она бегала. Подведи ее сюда. Ну, вам трудно уже найти ее. Найди. Я вам даю примеры. Конкретно брать пример. Даже ребенок, который лучше себя ведет, берите с него пример. Ну, то недосягаемо далеко, литературный герой. Но это человек рядом с вами. Почему из Алексея Моресева, который потерял две ноги, а мороженые были. Сбитый летчик. Сделали национального героя. Все герои там, Краснодом, Олег Кашевой, Зоя Космодеменская умерли. Это живой был человек, реликвия. Как они берегли его советская власть. И они думают, куда его пристроили. Он около церкви не просил милостыню. Герой Советского Союза. Он редактор был пионерской правды. Все-таки у коммунистов соображали мозги, куда его поставить-то. Это самое ответственное место было. Я кого-то не вижу еще. Вот она, девочка где-то. Твоя это? Ну-ка поставь рядышком. Кто из них больше рост? Афелина Маленькая. Вот сюда, ну-ка маленечка. Маленькая, нет, нет. Залижай, добежи. Не бойся, никто не трогает. Ну ладно, твоя моложе? Да, младше на полгода. На полгода. А кто с ней в одного года? Нету. Ну, например, рядом хотя бы. Вот такие. Вы попытайтесь этих детей отдельно где-то, их по возрасту быть. Найдите ключик к ним. Поверьте, что опытный педагог, как с ПОК там, он найдет ключ к этому ребенку. Просто повнимательнее посмотрите, к чему он расположен, на какое время он рассчитан стоять. Он не может с нами стоять. Мы-то стоим, ничего не понимаем. Я всегда говорю, не просто детей держите, а не угробляйте их хотя бы здесь. Дайте ему возможность отдать. Он не может стоять два часа с нами. У них отвращение получается и к богослужению, и к нам. Ну, найдите их, как у птиц бывает в разных природах. Они одного возраста. Они играют вместе, там эти пингвинята и прочее. И это, конечно, с ними не интересно. Господи, владыка живота моего, дух праздности. А в конце будет удалить. Дух праздности. Вот и посмотрите время свое. Мне по интернету, в университете спрашивали, дайте свой распорядок. Как вы это успели сделать? Мне не стыдно это говорить. Говорят, а что ты себе расскажешь? О ком я буду говорить-то? У меня никого не было, с кого я пример брал. Ни одного человека в жизни не было, который правильно пользовался бы временем. У меня распорядок висел. Когда я в школе, в четвертом классе учился, я уже смотрел, как правильное время. Мне это дано было, от Бога. А потом я стал смотреть, высчитывать уже не минуту, а буквально секунды. Вы только одно подумайте. По санкции МГБ меня арестовали. Уже следствие закончилось, и мне полковник говорит. Ведь мы считали вначале, что трудится несколько отделов. А оказался один человек. Это так трудно было поверить. Как сейчас я нашел в интернете один, сам деньги делал. Деньги не просто подделал, а выгравировал все. И деньги не отличимы. Мы когда сказали подделка денег, он говорит, нет, я не подделал, я сам сделал. Так его когда нашли, все это взяли, я в интернете поставил, у меня есть. Так целый зал отвели там, где КГБ работало в Москве. Сейчас там зал его, аппаратура, все. Что он делал? Один. По одному никто никогда в мире не работал, он один это сделал. Ну, не в том направлении пошел. Это не просто талант гений, это сверхуникальный человек. Ну, просто зайдите на интернет, посмотрите. Вы должны в детях заложить вот эту уникальность. Великий пост это не... Так, давайте сегодня ешьте скорее, наедайтесь шоколадом. Завтра нельзя будет ездить. Закусите побольше, в зубах, говорится, поросящую ногу, чтобы всю свинью завтра доесть. Что в зубах осталось-то? Разрешаете доедать? Господи, владыка живота моего, все время помню. Жизнь дана Богом. Дух праздности. А потом уныние. Мне вопрос задавали, а что такое уныние? Люди не знают, а почему оно появляется. Я начитывал святых отцов, там Авва Марка, Авва Иса, это не пророки, а святые отцы, Антони. Все вместе взяв, я вывел свой простой апоризм. Уныние приходит от плохо сделанной работы. Вот это понятно. Да как это? Неужели так просто? Проще некуда. Плохо молишься, у тебя уныние. Ответа нет. Утром стоять не хотел, и все какие-то болячки, все стонешь. У тебя уныние от плохо сделанной работы. Ты плохо трудился над своим телом. Оно у тебя болеет, разваливается. Не успеваете глотать разные медикаменты. Вот откуда уныние. Руки опускаются, температура то такая, то выше, то ниже. Хуже коровья помета. Тот лежит, хоть не требует температуры. И все какой-то стон непрерывно. Уныние, а уныние приводит к отчаянию. Плохо сделана работа. Плохо. Это плохо проведенный пост, плохо встреченная Пасха. И поэтому все время, как Ярл Пески говорит, посмотришь на людей, это не спасенные грешники, просветленные Богом, а как старые кофейники. Так же нос согнулся, стоит. Возрадуйся в Господе. Ты себе не принадлежишь уже. Дух праздности. Истребите из детей, чьи это дети. Чтобы они не болтались. Точно напишите расписание. Вот в это время будете молиться. И попытайтесь сделать, чтобы дети семь раз в день становились на молитву. Не заложить и вам их не удержать. Златоуз говорит, хотя бы раз ночью подними ребенка на молитву. Если не сейчас, то когда? Но одну-две, отчий наш, прочитайте, Господи, Владыка, живота моего, и благослови его спать. Так он не выспится, наоборот, выспится. Прерванный сон более дает здоровье. Вот возьмите, Леонардо да Винчи, другие, которые спали меньше, там Архимед. Они никто за три часа не заваливали сон. А как успевали? Они через четыре часа давали сон, допустим, 20 минут. А пять четыре часа, пять двадцать. Ну что, в счете, набралось у него не больше трех часов. И это ни день, ни два жизнь прошла в этом у людей. Дух праздности, уныние. Даша, из чего-чего? Читай дальше. Забвение. А? Теперь что? Забвение. Забыл? Школу забыл? Урок забыл? Все везде забыл? В таком возрасте забываете. А вы не забывайте, вот эти дети должны все прийти в Старство Небесное. Проверьте еще раз сейчас, с чем они, с каким багажом идут в пост. А вы смотрите на детей и вспоминайте, где вы растеряли свое. Так, еще что? Любоначалья. А, любоначалья, знаете, что такое? Ну, скажи, что такое? Любоначалья. Любоначалья. Это в священнической среде. Нигде этого нету. С каким они рвением идут на то, чтобы рукоположиться? Там годами они мылятся около архиерея. А уже встал, когда дальше по лестнице угодить архиерею, занять пост повыше. Это сплошь и рядом у сектантов. У всех. Баптисты, адвентисты, харизматы. Чуть что ему надо, там при святера пролезть. А кроме того, он каждый начинает сектант толковать. Как будто две тысячи лет у Христа церкви не было на земле. Ну, спроси хоть для тебя, как понимали люди такое местописание? Ну, хотя бы спроси один раз. Я главный. Хоть ты над всеми святыми отцами уже главный. Любоначалья-то оно широкий спектр. Сплошь и рядом. А если смиренный сектант, то ни одного не было и не будет. Меня спрашивают, а ты не... Мне зачем говорить? Я первым делом прочитал Библию, а потом стал искать толкование. Как святые отцы понимали с первого века. И на этом закрепился. А потом узнал уже разные баптистки, другие толкования. Я вижу, как небо и земля. У них везде они самоисчезающие, самопротиворечащие. Толкование должно быть такое, чтобы ни одно место ему не противоречило. Все согласно, чтобы было. Вот это тысячелетнее царство, освящение церкви. Ни в одной секте за 500 лет никогда не было правильного толкования. Почему? Любоначалья. Еще дальше. Сребролюбие. Откуда ты взял? Его нету сейчас. Празнословие. Празнословие. Вот это молтология. У старобрянцев есть. Вот. А сребролюбие, оно было, оно и есть в молитве. Его выбросили. Если хотите узнать, что есть, ну, у старобрянцев спросите. А у вас есть? Они говорят, да, у нас тут все кончилось, ничего нету. Там сребролюбие стоит. Ведь даже подумать нельзя. А как можно было выбросить из молитвы Ефрема Сирина слово? Притом, почему? А корысь и струцесс. А здесь есть сребролюбивые. Вот причина-то где. А чтобы нас не обличало, оглашенные языки, а мы не знаем, кто оглашенные взяли. Сейчас эти литургии выбросили. Во многих храмах вообще не считаются. Да кто же позволил так обращаться православным? Это уже кривославное. Сребролюбие. Научите детей, чтобы они безразлично смотрели на деньги. Копейку даже нашел, чтобы он даже не прикасался к ней. Подошел, родителям сказал. Я детям в лагере учу. Валяется коробок, не прикасайся. Не потому что он взорвется. Иногда делали так, чтобы взорвались вещи. А потому что он опасен. А у нас гляжу в Потеряевке. Дети с пищечных рабов в руках и под зародом сено сидят. Это пороховая бочка. Я захожу в дом. Что вы делаете-то? Ну у них же не спички. Не спички. В этот же день у одного мальчишка поджег солому прямо возле бани деревянной. Да ладно, в огороде были, увидели. Это все уже было. Вот любоначальное, празднословие, стрелебролюбие. Не дай мне. То есть Бог не дает. Не дай мне означает не допусти меня до этого. Вы дома еще раз по каждому пункту, по каждому слову пройдитесь с детьми. Ну ладно, мне это не дал. А если мне не дал, а я из этого только состою, празднословие, полежать подольше, тогда ничего нет. Одна скорлупа. Вот если первую часть молитвы Господь исполнит, то у нас ничего не останется. Одна форма. Внешняя только. А дальше? Что дальше просим? Что дальше просим? Не дашь мне. А? Не дашь мне. А давай теперь. Не дашь мне. Дашь мне? Не дашь мне. Это да уже. Теперь просим. А теперь просим. Саламудрия. 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 Вот чего сегодня не хватает. Саламудрия. В Израиле было сказано захватывать землю, уничтожить все мужское население. Вот эти все в один день на штыки поднимали. Сколько же от рук Израиля погибло вот этих мальчишек. Счета нет. Это повеление Божие было. Так это разве справедливость. А тебе не надо. Это история говорит. Библия говорит. Из девочек оставить только ту женского пола, которая не познала мужского ложа. А познала так же точно смерть. Это повеление было такое. В Библии так написано? Да. Так вот, Саламудрия научитесь. В детей вмонтировать его надо. А у мальчика еще, он же не девочка, у него точно так же. И что интересно, я встречался с людьми, которые, ну, диагностику устраивают, рот раскроют так вот так. И она по небу, небо называется во рту, она считает и говорит, у тебя шов был сделан где-то в паху, наверное. Он говорит, да, а как вы узнали? Так у тебя там, говорит, есть. Наши врачи еще этого не знают. И она смотрит ему. Но мальчишка, 15 лет, она посмотрела и потихоньку в матери говорит, а почему же вы за ним не смотрели, мальчишка? Ну, девушку, девчонку легко понять. Потому что нет цельности перегородки. И такая перегородка только человеку дана. Ни одного зверя этого нет. А она смотрит на небо и говорит, что он потерял девственность. Я спрашиваю этого человека, и ты абсолютно точно знаешь, а зачем? Тут все ясно написано. Я читал, один приехал из Вьетнама и говорит, тут у вас как определяют? А тогда еще 70-е годы. Я лечился у Вьетнамского, там какого-то видно, из посольства. И он лечит. Я говорю, деньги дать? Он говорит, нет. Когда результат будет, 2-3 месяца пройдет, и тогда ты заплатишь, если у тебя нормально пойдет. Я тебя вылечил. А плохо сделана работа, горшок развалился у горшочника, тоже за него платят. А как медицина? У меня, говорит, сноха по руке своей берет пульс у тебя, щупает, и она на 4-м месяце беременности определяет, кто у нее мальчик или девочка. Это какой же уровень медицины, который нам еще даже мечтать только надо. Мы все это не знаем и отвергли. Но теперь мы уже знаем дух целомудрия, мы выпрашиваем у Бога. Должны выйти все целомудренными, мальчики и девочки, взрослые и старые. Дух же целомудрия, еще что? Смиренно мудрия. То есть главное качество, чего нет у сатаны. И что нам самое необходимое, смиренно мудрия. А что у православных оно так уж развито, его как раз и нету. Самая недружественная нация на земле по сегодняшний день, это уже неопровержимо, именно эта нация. Это в плане дальность сосказано. Ну самая маленькая, одна буква не та, буквы и уже не в жизни примирятся. Никогда. Два пальца прижать или три уже намертво бьются 300 лет. Этого нигде в мире больше нету. И в интернете двух одинаковых не найдешь. Соединяются только если оба они блудники и говорят, а тогда одинаково. Да и то еще определят, такая она или не такая. Тут тоже разойдутся. Надо найти главное в главном единстве, во второстепенном свободе. Главное то, что написано в Библии. Второстепенное то, чего там нету. Но и во всем, в том и в Библии, и здесь покажи любовь. Я говорю, без толкования святых отцов, Библия послужила разделение людей на тысячи кланов, течений, динаминаций. И у всех в руках Библия. Дух же целомудрия, смиренно-мудрия означает быть смиренным и мудрствовать об этом все время. Как бы получить смирение? Ты ищи где. Жены не смиренные? Да какие они смиренные-то? Мне вчера один по интернету дает верующий. Ну невозможно. Как мне одеться? Когда постирать? Она все командует. Ну неужели я не знаю? Мне уже 65 лет. И она с первого дня командует и командует. Я не о себе говорю. Я говорю о феминизме. Что делается в стране и везде. Их никто не избирал. Показывает заседание Думы. Половина почти женщин. Откуда они набрались? Кто их выбирал? Жириновский Владимир Вольфович говорит, я был в дурдоме, где они там рядами лежат. Вот тут место, говорит ему. И дальше показал где. В другом месте. Все. А это помощница. С кем надо в царство небесное прийти? Это спутница жизни. Без нее у тебя не было бы ни детей. У тебя не было бы мягкости, может характера. А воспитание ее совсем и заботы никакой нету. Скажи маленько не так. Она говорит, как у Жака под велами. Завертелась. Смиренно мудрия. Смиренно мудрия. Нет смиренно мудрия. Разводы все до одного по этому. Нет смиренно мудрия аборты миллионы. Нет смиренно мудрия. Любой грех, который мы в государстве видим. Весь уголовный кодекс, он заключен в этой молитве Ефрема Сирина. А ты найди себя там. И в каждом слове. Смиренно мудрия. Потом чего просим? Терпение. Терпение. Вот чего не хватает. Чуть что не так. А я молился, Бог не отвечает. А почему ты решил, что он тебе должен ответить после обеда? У евреев проклятием по сегодняшний день считается, если нет детей. Если прожили они там три года или семь лет, я не знаю какая у них сегодня цифра, и не поселяются дети в семье, значит поселяется кошмар. Они другого не знали. У Израиля говорят так. Прожили одна дочь рождается, вторая, третья. Одни дочери. Сыновей нету. Имеют полное право развестись. В стране нужны солдаты. В стране нужны герои. А их нету. Оставаться с ними одна. Ну конечно он будет кормить, поить, государство обяжет. Не государственный закон, но оно уже вмонтировано в это. Перед тем как принять мусульманство в южной народе. Девочки рождаются часто. Она родилась, ее сразу же в горячий песок и все, как будто никогда ее не было. Нужны солдаты. А женщин мы там добудем. Зачем ее воспитывать? Мы воюем. У каждого будет по сорок жен. Люди смотрели по-мирскому. А мы смотрим по-духовному. Смеренно мудрее терпение. Вот я говорю, уже не втерпешь. Потерпи еще маленько. Потерпи. Завтра может этого не быть. Терпение и чего мы просим дальше? Любви. Любви. А вот слово-то любовь больше всего требует разнесения. Я смотрел, какое самое непонятное слово любовь. Какая бабушка не любит внука? Внущет-то. Я скажу, никто так не портит внучет, как бабки. А у бабок очень простая. Простой лозунг-то. Ешь больше, спи дольше всего. Ешь больше, спи дольше. И поэтому она всю пенсию вкладывает в шоколадки, куда угодно. Потворствование. Самым низменным пороком будешь потворствовать бабка дальше. Он растет. Разбуди его вовремя. Поставь его на молитву. Позанимайся с ним, пойди. А зачем? Мрут буквально. Что-то внук заплакал. Ой, дайте ему скорее, чтобы по его было. А то Асяша плачет, я про это говорю. Терпение и еще что? Любви и все. Все, по-моему. Дашь мне? Дашь мне. А потом? Не осуждать брата. Работу ему. Работу ему. Ну, работу ему. Еще что-то там есть? Что там еще? Любовь. Любовь. Сказали уже любовь. Все, да? Не зрит, моя прегрешение. Начинаю. Господи, владыка, живота моего. Давайте. Дух праздника. Смиренно. Мудро. Терпение. Любви. Даром. Работу ей. Господи Царю. Дашь мне зретьи. Мои согрешения. О, ты не знаешь. Ты свои грехи забыл. Прегрешение. И в концовках. Дашь мне зретьи. Моя прегрешение. Мы очень хорошо видим Нидальтоники. Мы видим очень далеко. Двадцать-сорок лет назад то против нас что сказал. Никон что сделал, старобрядцы 300 лет не могут простить. Я же не осуждать и брата моего. Не осуждать и. А если он против меня согрешил? Простое лекарство. 17 глава Евангелия от Луки 3 стих. Пойди и выговори ему. Не так, что давай перелистим страницу, как нам епархии. Зачем ее листать страницу? Надо вывести беззаконников, привести их к покаянию и тогда подвести черту. А он остался тот же самый. Как я могу жить в одном доме с тем, который не перестает воевать? И вам если сейчас прочитать, что про меня в интернете пишут, вы можете даже не усидеть, упадете. То есть все, что только можно. Это по благословению Кемеровской епархии. Никакого ни предела, ничего нет. Что они? Не знают архиереи? Кто из них вырастет? Кто? А так вы же молитвы сегодня читали. Они меня в глаза видели? Ни один не видел. И они ему что-то считали? Нет, не считали. Ему дали, а то и вон хватает. Ты к самому негодному человеку обратись и посмотри. Это легенда такая есть. Легенда, повторяю. Господь проходит, а ученики говорят, собака валяется, сдохла сейчас, они могут убрать. А Господь будто подошел и посмотрел. И сказал, какие у нее красивые белые зубы. Вы смысл, вдумайтесь. Вот это, это рассказик из легенды. Но мог Господь так сказать? Конечно мог. Это его творение. Даже у мертвого, даже у врага нужно найти хорошего. Я вам говорил про Невзорова Александра Глебовича. Я ответил почти на 30 его выступлений, 30 роликов поставил. И он говорит, я отдельно занялся изучением Майнкамп Гитлера. И он совсем не такой. У нас канонизирует Сталина, в Латвии канонизирует, иконы уже стоят в Гитлера. Понятно? Даже в нем можно найти. Я слышал такой рассказ, правда не у православных. Она никого не судит и старается найти добрая мать. А дочка ей говорит, мама, ты так обо всех говоришь хорошая. Если спросить у тебя характеристику сатаны, наверное, на него даже хорошую. А у него, говорит, есть с чему поучиться. А знаете с чему? Что никогда не впадает в отчаяние. Он подходит, искушает, никак. Ну в молодом возрасте уже, ну человеку не надо, женский пол-то мужской. Он сребролюбие, накопительство. Он с другой стороны, словолюбие, превозношение, осуждение. Он непрерывно меняет тактику, бомбардирует, пока не затащит в ад. Понятно? Научиться не осуждать, а брать добро. Я же не осуждать и брата моего. А кто брат? Ну вспомните притчу. Христос сказал, кто мне ближний? Кто мне брат? Во Христе мы все. И мусульмане, и буддисты, и ретихисты, и тактые. Мы все братья и сестры. Поэтому никого не зазирай. Я, например, по милости Божьей, я не зазираю, знаю мое происхождение. Как мне дороги пятидесятники, баптисты. Я там получил Библию. Даже вообразить невозможно. Я бы ничего этого не создал, если бы не был там, не получил Библию. Вот выступают священники, сейчас там Кочегаровы попросили ответить о нем. А Кочегаровы, Нюра, это ты просила? Я там выставил ролик. Я полностью разобрал, отпечатал. Благодарю. Кто мне дает эти вопросы, я всех благодарю. Я показал, вчера батюшка, его тоже до половины дослушали, но долговатым. Как он говорит об этом. И до конца видно, что Библия у него не является авторитетом. Его смутил документ архиерейского собора 2000 года, молитвы Сенциславовны. Да никакого отношения так к нам не имеет. Вообще никакого. Никакого. Имеет отношение только то, что сказал Христос. А прощается, он сказал, идите по всему миру. Но перед тем, как идти, сказал, сидите, доколе не обречетесь силой Духа Святого. Не обреченный силой Духа Святого человек не будет здесь. Вот сами, сегодняшний день, проверьте себе. Сейчас кончится собрание. А потом у нас здесь сестры и братья пообедают и будет занятие. Сколько вас на занятие будет? Мне предлагают так. Знаете что, у вас это неправильно. Надо сделать сначала занятие, а потом собрание. В общем, мысль-то добрая, правильно, занятие-то я по слову Божию. А тут-то я говорю, там молитвы объясняют, или мировые события, как подготовиться. Но дело-то еще в отчем. Наш контингент. Если бы все до одного вы оставались здесь на занятии, разницы никакой нет, переменить его времени, сейчас прошли занятия, пообедали, и тогда собрание. Но даже на собрание, сейчас я посмотрю, некоторые, которые в коридорчике стоят, что их уже нету, они одевшись стоят сразу. Почему? У него колесница рядом. Он временщик, его не будет здесь, это я уже абсолютно точно знаю. Но он еще держится, он не знает, куда свалиться. Ему неинтересна наша жизнь, какие у нас вопросы стоят. Я эти вопросы сейчас вам представлю для размышлений и помощи. Мне помощь нужна. Значит, поставить, чтобы занятия были напереди. Советчики, я отдаю вам возможность это сделать. Кто возьмется за это? Да нет, конечно. Но чтобы на собрание, одно условие, чтобы на собрание были все, когда мы отсюда выходим. Занятия пройдете, кто будет на... Ну что, непонятно-то, что вы играете в бирюльки-то? А так что важнее, собрание или занятия? Занятия он может провести дома, открыть библию, толкование. Занятия. А собрание он не проведет. Он не знает, что тут непонятно-то. Сидите, слушайте. Дядя Игнатьевич что-то требует другого. По-другому никак нельзя. Чтобы не забыть, вот я вам говорю, еженосуждать и брата моего, и дальше... И все. И все, больше слов нет. Он не осуждает брата моего, поклонился и... Видеть свои прегрешения. И не осуждать их. С твоей прегрешениями, не осуждать брата моего, и потом... И потому в... А еще они это забыли, еще не вышли. Ибо ты благословенный, ты благословенный, а я не имею этого благословенное. Ты благословенный, благословен, чтобы мне дух уныния, любоначалевства, государственной любви не было. А душа стала мудрее. О, благословенный, помоги мне это все иметь. В словах последних благословений я расписываюсь в полном бессилии и прошу Бога все это в меня вмонтировать, что впереди считали. Это в одной молитве. Я напоминаю, когда у нас были занятия в 18 лет в АГТУ, в техническом университете, самый большой, 21 тысяча студентов. Вступительный я всегда начинал. Мы хором, ну все в зале пели «Царю небесные утешители». Коротенькая молитва, молитва Духа Святому. Я делал вступление и все это записывалось. Я посмотрел потом, в среднем 20 минут. 20 минут. В неделю было сколько у нас? Два занятия. Ну возьмите, даже если мы занимались 5 месяцев, умножьте теперь, куда это пойдет? В месяце 4 недели и больше так. И я полтора года объяснял эту молитву. Полтора года никаких повторов не было. Каждое слово согласно Слову Божию. Как ее сумел Господь дать людям, то записали. Она в Старе небесной, утренней молитве, вечерней молитве в церкви. А это ждут Великого Поста. Почему именно молитва Ефрема Сирина не считается? Я тоже стал размышлять. Видите, мне как еврей говорит, при всех моих недостатках, Бог дал мне одно качество задумываться. Я стал задумываться, а почему именно к посту? А потому что усиленная постом и молитвою. Чтобы мы в эту молитву вошли, она все время считается и считается. Чтобы из поста вышли другими, наэлектризованными. Я неправильным словом выражусь, чтобы понятно было. Чтобы мы были огненные. Чтобы змей близко не... Мухи лепятся там, где варится варенье, мироварник. А раскаленный котел их не привлекает. Почему? До нас горит. И они это чувствуют на расстоянии. Я могу похвалиться моим Господом. Я разговаривал с отцом Глебом Якуниным. Он 7 лет отбыл священник. Вот что сотрудничает с церковь, с КГБ. У них там клички почти до генеральского звания у архиереев. Это он все вскрыл. Его допрашивали, когда сказали. Только скажите, как доклад тайный, доклад в ЦК попал вам в руки? А он его публиковал. Ему 7 лет дали. Мы половину срока вам скосим. Освободить, конечно, не освободим. Он так и не сказал. Просит сотрудничать. Я спрашивал Зою Крахмальникову, она говорит, неоднократно. А вас мне ни разу они не предлагали. Не предлагали. Почему они мне не предлагали? Причин несколько. Почему Пушкин не был масоном? А среди масонских кругов все декабристы его друзья. И они объясняют так, слишком болтливы. Боялись, что они удержат эту тайну. Это первое. Второе. Безнадежно погрязший в свои идеи. И он ничего не видит, не слышит и не понимает. Вот я нарисую картину. Представьте, что в Альпах, там где Владимир Ульянов отдыхал, и он бы шик и грубо встретился. Это фамилия Гитлера. Что? Кто-то кого-то сумел бы переубедить? Да никогда. Потому что оба были преданы своей идее. И оба идеи были к добру. Но все шло через унижение и уничтожение. И поэтому кончилось прахом, нигде ничего нет. У нас только дашь мне зреть и моя прегрешение. Дай мне зрение видеть мои прегрешения. О, от юности до сего дня, от детства, от рождения, мои прегрешения. А для чего? Я же не осуждать и брата моего. Когда я увижу, кто я есть, рот-то замашется. Кого ты говоришь-то? У вас рот, говорит, в крови. Кого вы судите-то? Как этому миссионеру с передома было сказано. У вас рот в крови, лома, говорит. И ты нас учишь. Ибо ты благословен вовете. Вот это об этом. У меня просьба. Вчера я узнал, но еще проверка должна быть. Вот не знал просто. Поднимите внимание. Кто знает, руку сразу поднимите. Четвертый класс, примерно. До четвертого класса, там, пятый, шестой. Когда они заканчивают учиться в школе? Какого числа? В мае. В школе последний урок. Когда бывает у них? В мае. 25-го. 22-го, 21-го. 25-го мая. Ну, 25-го мая. Ну, я так и надеялся. Пять дней. Мы тут еще что-то сделаем. И контейнер уже ушел. Дальше нам, главное, Витю дождаться. Николай, ты где? Болеет. Болеет. Дай Бог здравия. Молитесь. Потому что ему болеть никак уже не надо. Или пусть отболеет, чтобы не до болячки не подходило. И вдруг, оказывается, потеряет девять классов. И в девятом классе, видите, будет принимать экзамены от них. Ученики девятого класса. Где-то 17-го, что ли, июня. Я так ахнул. Я на 17-е планировал переезд границы в Польшу. Уже все. Мы получили визы в разное везде. Все. И шенгенская, и английская. Оказывается, вот как. Ясное дело, что это очень далеко отбрасывает нас. Фактически весь июнь мы находимся еще здесь. Пока мы доедем, пока в Москве надо встретиться, пойти в посольство. Еще одна неделя. К первому июлю. А там остается, видите, надо успеть первого сентября. Я в растерянности не знаю. Два варианта. Один вариант. Мы Витю должны оставить. С Николаем выехать. А Витя поездом приедет. Мы там развернемся. Мы должны все подготовить. Груз разложить, книги. В ближайшие области зайти. Может опустимся даже до Азербайджана. Но вернемся и к его приезду, к 1 июня, будем там. А за это время мы подадим в посольство, где надо открывать визы. В Греции везде открывать визы, только там надо. Второе. Ну, если бы это было возможно, наверное, это невозможно. Тем более он раньше должен был. Кто-то за него принял бы экзамен, оказывается, это невозможно. Поэтому фактически один вариант остается, чтобы раньше его отправить. Вот тем более раньше, а мы могли бы остаться так. Видите, если к нам сейчас приедет, он сдаст, когда мы начинаем с июля месяца. Но дальше мы, видите, уже к сентябрю отправляем домой, а с Николаем двое мы остаемся дальше. Дальше, потому что в Скандинавии мы даже летом закончили. В замыслах, Прибалтику. А дальше остается только Россия за Москве, Украина и Белоруссия. То есть, видите, отправили, а мы вдвоем опять остаемся в работе. Вот пока два варианта. Они у меня возникли вчера только. Я узнал, ну, по неведению. Так, я добавлю. День сильно прибавился. Мне уже говорили, может быть, уже с пяти часов принести. Мы в Потеряевке стали уже с пяти часов. День прибавился очень сильно и светло. Давайте. Так, тогда, значит, вечернее богослужение будет в пять часов. Утреннее также в восемь часов. Так, батюшка, подожди, я по вечернее. Некоторые на работе, они, может, попросят на полчаса позже. Что? Вечером вот у богослужения наше здесь. Ну, как вы хоть договоритесь, как вам... Так, Андрея Критского, а сколько на чем мы молимся? На четыре дня. Некоторые на работе не успевают приехать. На сколько? Шесть. Шесть, наверное. Шесть? В шесть? Да, в церквах у этих шесть. Шесть? Так, значит, в шести здесь начинаем молиться. Три дня будет шесть, а дальше с пяти по субботам, так? Угу, да. Ну, все согласны? Четыре дня. Четыре дня. Согласны? Да. Я не понял. Согласна. На шесть часов, вот эти четыре дня, постарайтесь, четыре дня обязательно приходите. На учебе где-то отпроситесь, придите. Это раз в году бывает такое. Теперь, если я уеду раньше, ну, выобразите, что меня просто нет. Берите, у меня забота о лагере. Лагерь наш будет в 41-й год функционировать. Он будет. Я сказал, что остается за старшего, работник, потом он стал воспитателем, вот Владимир Александрович Пащенко. Ему, конечно, нужна помощь. Он говорит, я не знаю, как там с властями, поэтому подумайте, кто Виктор Андреевич. Предложение ваше. И к Виктору Андреевичу, ты разреши тебя назначить наблюдающим старшим, чтобы тебе вся информация стекалась. По лагерю, что ли? По лагерю, по тому, как с Татьяной, чтобы вы вместе решили тут. Ну, с Татьяной это... Подбор кадров и прочее. Татьяна, прими его в сотрудничество. Она всегда была главной. Слушай, я не была главной, но она остается главной. Я не могу сказать, что не ты главная, потому что ты брат, она сестра. По лагерю совершенно забудьте, что я есть. А я буду, раз если останемся дольше, я постараюсь продуктов дать, городскую администрацию, опять машину договариваться. То есть, может быть, даже сам и завезу, потому что заезд будет маленько пораньше, мы тут договоримся. Пасха 5 мая? Да. Ну, ясное дело, что мы уже тут будем на ногах. Ну, что? Мне уже просятся в лагерь из других областей. Одна там ухаживает, приняла 5 приемных детей, да, своих двое. Ну, в общем, пятерых я привезу. Уже просятся. Так, еще. Теперь уже к мировым событиям. У меня стоит тема, называется Третья мировая война. Так, не отвлекайтесь пока. Сегодня есть люди, не кто-то, а люди офицерского звания, там, большие звания, они заботятся о том, как вести себя на оккупированной территории. Вот завтра проснемся, а здесь другая нация уже. Как быть? Они говорят, 150 километров от Москвы машинами будет все запружено. Идти пешком. Как, что, сегодня уже закупаете, что? И не где-то это, он, брат, приехал, вопрос. И в автобусе там объявления, там, ну, разные там были. А сейчас прямо текстом идет и читают все люди, что нужно взять с собой. Подготовка идет очень серьезная, уже открыто, все в государстве это делается. В автобусах занаряжены, все едут и читают. Что взять, как быть? Если 10 этаж, говорит, вам никакая заглушка не поможет. Все дерьмо потечет к вам в комнату. Вам здесь уже не жить. А сейчас сегодня уже прорабатывается. Какое питание, где быть, нужно образовывать примерно 70-100 человек. Где там, за городом, окружить себя какими рвами, чтобы другие не были. Будут воровать детей массово. Ну, в смутное время. Какие банды гуляли-то? Это сегодня открыто все говорится. Зайдите, прочитайте. Чтобы ребятишек были с собой на несколько экземпляров написано, где он живет. Адреса знакомых, близких. Чтобы ребенок не был беспризорный и куда-то погиб. Это открыто сейчас в автобусах. Ну, у них там, я не знаю, как назвать телевизор, или когда бегущей строкой показывают. Сегодня все это уже показано. Так, хорошо, мы узнали. А что дальше? Да ничего, Господь говорит, когда услышите о военных, о военных слухах, не ужасайтесь. А почему? Этому надлежит быть. Дальше написано. Это не избегнуть. Но подготовиться мало-мальски можно все-таки. Вот то, что сегодня мы шикарно выбрасываем хлеб, там, защерствел, его не будут выбрасывать больше. Будут находить. Какие крупы, сколько соли. Все сегодня полный реестр дается. Нас предупреждают, где хранить сейчас, как. Это в интернете прямо... Я не знаю, я к себе перетащил. Ну, что-то надо думать. Со старыми людьми, как сохранить молодых. Все-все рецепты дают. И дают это военные. Чтобы не говорили, а я не знал. Проснулся и все-все-все. Все, в один день закрыто. Воды нету, представьте, электричества нету. Все наши интернетные данные пропали. А книги-то остались. Ничего у нас не будет. Электричество погаси. Машины все остановятся. Снабжения не будет. Полный хаос. Полный. А сколько теперь? Продлится три месяца. Бывает шесть. Шесть месяцев, а бывает шесть лет. Гражданская война в России. Приготовиться хотя бы на самое малое время. Я передал данные, какие есть. Все у меня. Так, вопросы. Может кто-то желает что-то сказать? Главное для нас Великий пост. Тут записка пришла в глухонемых, что была служба в храме Иоанна Богослова. И на этой службе присутствовали глухонемые. Видимо там были видеорепортеры. И в понедельник, завтра, 18 марта, по каналу Россия 2 в 18.30 и по ТВН в 19.30 будет репортаж показан. То есть кто имеет желание, посмотрите. Так, я маленько корректирую. Значит, если есть желание, понимаете, и любите что-то смотреть, это может быть в этот момент можно включить. А телевизор вообще отверните к стенке. Батюшка всегда забыл просто сказать это. На время Великого поста. Но на это вот посмотрите, какое он показал время. Остальное время закройте. Я остаюсь в интернете. Я остаюсь, потому что у меня очень большая работа. Совершенно новые люди приходят, спрашивают, принимают. Я сегодня засчитал, даже не верится. Как они благословляют, как ищут, вопросы задают. Если ничего нету, мы поблагодарим Бога. И оставайтесь на занятиях. Давайте вот эту молитву, которую разбирали, телеком прочитаем еще раз. Мы ее будем считать. Понедельник, вторник, среда, четверг, вечера, суда. И считаем по-русски. На три ступени, канон, на две. Все, врачу. Все, молимся. Боже, дитя, Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херудим, И славнейшую, без сравнения, Серахим, Без искления Бога, Слова рожшую, Сущую Богородицу, Тя величаем. Отец наш Небесный, Великая тебе благодарность за этот воскресный день, Напоминание о том, чтобы мы приготовились к встрече с Тобою. Помоги нам правильно вступить в этот пост, Простить всех, кто согрешил против нас, И у всех испросить прощения, И не возвращаться к прежним грехам. Прибудь с нами, Господи, доведи до желаемой пристани, Благослови всех находящихся в нашей стране и правителей, И те, которые не знают Тебя, Благослови патриарха, епископов, священников, Чтобы приготовились к великим и страшным испытаниям, Которые грядут на эту землю за отступление от Тебя. Мы ничем не лучше Израиля, И если их Ты вращивал и влек, Не покини нас. Ты знаешь, как нас избавить от самих себя. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию.